Что означает цвета на российской флаге? Ну, не знаю. Ну, красная вроде кровь. Белый мир. Не знаю, честно. Цвета на флаге Российская Федерация? Да, Российская Федерация. Так. Если честно, не в курсе. Белый, значит, элегантный? Да нет, я не знаю, ребят. В школе объясняли, но я, что получилось, слово. Ну, скажи. Я не знаю. Ну, там что-то белая чистота. Я не помню. Голубое небо, красное. Красная, по-моему, война, да? Ну, что, преодоление крови, которая пролита за нашей судьбой. О, нифига себе. Белый. Так, не скажу, не помню, честно. Что? Цвета. Блин, никакого надо отвечать. Ну, наверное, море. Синенький. Беленький. Это поражение, победа. Чего? Да. Ну, и красный, наверное, кровь, пролитая на войне. Спокойствие. Еще раз. Умолитворение и жизни всем живым. Ну, я, честно скажу, я не знаю, но я считаю, голубое это небо, белое это чистота, а красное это красивое по русским традициям. Ну, вот я бы так, от души по-русски расшифровала. Что это значит? Цвета на российском флаге означают белый, синий, красный. Нет, сами цвета что они отличают ни в каком порядке я не расположу. Белый синий, красный. Я только помню то, что красный и кровь пролитая за отечество, белый и свобода, а синий я не помню. В каком порядке я не расположу? Красный, белый, синий или как-то так. Да, не местный, я не знаю. День России в 1981, по-моему, в 80 какой-то год. В 2000 кг. День России может быть принятие конституции? Когда приняли конституцию? Какой год, не помню? Ну, конечно, что. Немножко первый, нет, я не помню. Я думаю, что 91-го. Может быть, раньше? Есть День России? Да. А когда он? 12 июня. 12 июня? Да. Серьезно? Правда? 92-го года? Да. А, логично. Да. Почему водить? Ну, типа там, всякое было, да? Советский Союз распадался. Где на Кремле и где детей? А, он награждает, я думаю, что заслуженных людей за различные заслуги перед Отечеством, перед Россией. Сидит, смотрит телевизор, наверное. Отмечает. Ну, отмечает. Поздравляют с Россиян. Ну, это не факт, конечно. Продолжает работать. Ну, не знаю, законы подписывают какие. Кремле работает. Что там еще делать? Мне кажется, издает законы, а потом идет молиться. А почему нет? Издал законы, иди молиться. Кто такой настоящий патриот? Точно не я. Точно не я. Патриот? Да. Наверное, тот, кто чтит свою родину. Который любит свою родину. Кто-то любит свою родину. Ну, который любит свою родину, Россию. Настоящий патриот. Человек, который любит свою родину. Который ни под каким предлогом не предаст ее. В общем-то, и не уедет без очень веской причины в другую страну. Это тот, кто уважает свою страну, наводит в ней порядок своими силами. Все. Ну, для меня настоящий патриот, это человек, который может отдать не только жизнь, но все свои чувства, все свои мысли России. То есть он всегда думает, вот там наша команда победила. Не знаю, всегда переживает за свою страну. Назовите самую патриотическую песню. Гимн России. Гимн, наверное. Гимн, наверное. Самая патриотическая песня. Гимн Российской Федерации. Ну, естественно, гимн России. Гимн, наверное. Ну, или песенки о войне, которые пели наши воины, идя в бой. Самая патриотическая. Вадя Коба. Патриотическая. Я считаю, гимн. Мне очень нравится наш русский гимн. Когда мы выиграли чемпионат мира по хоккею, мне кажется, каждый человек России в душе его спел вместе с командой. Самую патриотическую песню. Какую? Самую патриотическую песню. Конечно, Дина России. Нет. Нет? Да. Нет. Нет. Ну, назовите свою. Желаю, чтобы все были любимы. Есть такая песня у Булановой. Желаю счастья в семье и три положения. Чтобы все были любимы, счастливы и горды. Единственное, что меня огорчает, это, как бы правильно выразиться, миндалитет. Миндалитет. Да, российского человека. То есть, получается, Нижний Тагил, он как Клондайк. Да, американский. В 90-е годы. В которых убивают, стреляют или выскакивают из автомобиля и говорят, ты говно, я убил. Решу там, да? Ну, допустим. Получается, что у нас в Тагиле либо нет воспитания, либо воспитание несоответствует с предприятием того, что происходит с ним. Но ты веришь, что я патриот России? Я? Да. А я нет. Почему? Во-первых, я не служил. Это раз. Я тоже не служил. А чем ты патриот России? И то же самое, что я. Что мы можем сделать? Мы можем увидеть пьяную молодежь, целующуюся в парке культуры на лавочках. Это не социалистический поступок молодежи. То есть, она подает неправильное отношение к общественному месту. Ты правильно? С одной скажи. Это, кстати, не надо. То есть, что мы можем назвать патриотическим отношением? Это взять метелку. Уважение к чему? К тому, что нам дает нижний Тагил. Нижний Тагил, я не считаю. Я не в общем имею в виду к людям, к себе. Это воспитание. Я считаю, это воспитание. Не воспитание. Не воспитание. Патриотическое понятие, это закладывается с детства. Ну... Оно дает... Воспитание. Да? Ну... Это воспитание, да? То есть, как родители воспитают? Если родители тебя воспитали правильно, то ты не будешь стоять на центральной площади и пить пиво. Или ругаться бранью. Или кидать те же самые пачки сигарет мимо урна. Я считаю, вот это патриотическое воспитание. Почему мы ездим в Европу отдыхать? Потому что в Европе все культурно. А почему в них все культурно? Потому что они сохраняют достопримечательности своей страны. Что наша молодежь не сильно примита.